Первое мае – это праздник весны труда. Это праздник людей труда, благополучия и процветания малой родины и всей страны в целом. По многолетней традиции, Первомай отмечается демонстрацией. Нарядные артемовцы полными семьями, от мала до велика, с улыбками и хорошим настроением, шарами, цветами и флагами, построились колонны и двинулись на площадь советов к месту проведения Первомайского митинга. С разных районов города, словно ручейки, стекались на площадь советов колонны демонстрантов, учащиеся и студенты, работники различных предприятий, организаций и учреждений Артемовского городского округа, а также представители партий, движений и общественных организаций. Это те, кто своим посильным трудом, физическим или умственным, вносит посильный вклад в развитие и процветание Артемовского городского округа. С трибуны участников демонстрации приветствовали почетные граждане Артемовского городского округа и руководство района. Я поздравляю вас с Первомаем, праздником весны и труда. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся и объединяет разные поколения. Этот день мы чествуем, славим людей труда, когда с высокой трибуны звучат имена тех, кто своим добросовестным трудом прославляет наш Артемовский городской округ. Сегодня более сорока организаций пройдут по площади Совета, прославляя свои коллективы. Дорогие Артемовцы, спасибо вам за труд, за ваше стремление сделать наш округ чище, красивее, удобнее, комфортнее. Я выражаю слова признательности всем, кто трудится на благо и развитие Артемовского городского округа. Выражаю благодарность работникам производственных объединений, работникам социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса. Уважаемые Артемовцы, 2016 год это год напряженной работы, год выборов депутатов в Государственную Думу, законодательное собрание в Думу Артемовского городского округа. И я уверена, мы справимся и сделаем правильный выбор. Счастья вам и вашим близким. Я желаю вам праздничного настроения и мирного неба над головой. С праздником, дорогие земляки! В этом году право начать шествие, чествование человека труда было предоставлено колоннам физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал», объединяющего более 700 любителей спорта от 6 до 70 лет, и лыжная база «Снежинка», которая воспитала не одно поколение достойных спортсменов-лыжников, кандидатов и мастеров спорта. Основной целью деятельности физкультурно-оздоровительного центра является формирование культуры личности спортсменов, адаптации к условиям жизни в обществе, воспитания гражданственности. Созданы спортивные площадки на базах общеобразовательных школ Артемовского городского округа. Администрацией физкультурно-оздоровительного центра проведено более трех вход спортивных мероприятий. Спортсмены физкультурно-оздоровительного центра участвуют в «Спартакеаде» среди учащихся техников. Не проиграв ни одного вида, заняли первое место. Также стали победителями «Спартакеады» между учащимися физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал» и детско-юношеской спортивной школой «Сигнал». Первоморский привет «Оздоровительному центру «Сигнал»! Ура! Право быть первыми в колонне детских дошкольных образовательных учреждений по праву предоставлено работникам и воспитанникам детского сада номер один. На площадь вступает праздничная колонна работников и воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер один. Самое старшее дошкольное учреждение в городе ведет свою историю с 1932 года. Приветствуем самое старое дошкольное учреждение! Ура! Следом за детскими садами в первомайской демонстрации шествуют педагоги, учащиеся и родители школ города и района. Главный лозунг школы – сделаем образование качественным. Наших учеников нравственно здоровыми, социализированными, оптимистичными и верящими в себя выпускников. Первомайский привет в школе номер один! Ура! На территории Артемовского городского округа действует 15 клубов по месту жительства. Все они объединены в молодежно-подростковый центр. Среди них военно-спортивный клуб «Русич», спортивно-патриотический клуб «Морпех». Более 40 предприятий, организаций и учреждений было представлено на первомайской демонстрации. Каждый коллектив привносил в демонстрацию свой неповторимый колорит, будь то экипировка, шары определенного цвета или какие-либо другие отличительные знаки. Уважаемые артемовцы! Профессионального вам роста и карьерных достижений на благо развития Артемовского городского округа. Добра вам, тепла и мирного неба над головой! Продолжение следует...